МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. Коротко о главном. В области проверили качество оказываемых государственных услуг. Какие нарушения выявлены и как предлагают улучшить обслуживание людей в госорганах. Материали Натальи Басмурзиной. Примерно 400 жителей Кустанайской области в прошлом году смогли отсудить у банков незаконно начисленные комиссии за ведение счета. В этом году ситуация изменилась. С чем это связано, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Настала пора клещей. Специалисты вышли на сборы и исследования переносчиков опасных инфекций. Чем опасны клещи, расскажет Камила Солкомбаева. Чем традиционно ислам отличается от радикальных формирований? Об этом сегодня говорили на встрече со студентами, обучающимися по программе СЕРПН. Полслолий Кенова расскажет подробно. Объединить несколько государственных услуг в одну или отменить дублирующие друг друга? С таким предложением выступили представители Департамента по делам госслужбы. По их мнению, это поможет повысить качество обслуживания людей в госорганах. Проведенная проверка по городам и районам Кустанайской области выявила ряд нарушений и неудобств для населения. Тему продолжит Наталья Басмурзина. С начала года в госорганах, городах и районах области проходят проверки. Оценивают качество оказания ими государственных услуг. Проводится это в рамках проектного офиса Кустанай Адауды-Каланы. Результатами поделились на совещании в областном Макимате. За 27 визитов выявили 69 нарушений. Проведен анализ оказания государственных услуг на предметы их совершенствования. По результатам анализа предполагается оптимизация процедуры оказания 17 государственных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений, сельского хозяйства и ветеринарии. Часто не соблюдают права людей с ограниченными возможностями. Доступ к зданиям и даже просто к туалетам для них осложнен. Еще одна проблема – прием документов. В некоторых учреждениях на это выделяют только 5,5 часов в неделю. При этом в неудобное для людей время. Не дается полная информация о предоставлении госуслуг, создается лишняя бумажная волокита. В ходе визита установлено, что отделом при проведении инвентаризации граждан запрашиваются адресные справки у нас заявители, его членов семьи, справки об отсутствии наличия жилья по Республике Адстан. При этом законам не предусмотрено предоставление вышеназванных справок. Также их возможно получить из государственных информационных систем. Повысить качество предоставления государственных услуг можно несколькими способами. Предлагается объединять родственные услуги в одну или просто отменить излишнюю. Исключить сбор большого количества документов. Оказывать услугу еще до того, как за ней обратится человек. Это возможно, если госуслуги логично взаимосвязаны. А еще перевести все в электронный формат. Сегодня из 752 услуг реестра лишь 205 услуг полностью автоматизированы и оказываются только порталом электронного правительства. 61 услуга только госкорпорации. По 355 услугам сохранена альтернатива оказания как услугодателям, госкорпорациям и порталам. И 131 услуга все еще оказывается в бумажной форме непосредственно услугодателям. Но не вся автоматизация отлажена. Электронная программа очереди на жилье иногда дает сбой. Исключить это хотят, внедрив более совершенную программу. Работу с людьми тоже организуют иначе. В Миндокаринском районе запущен пилотный проект «Доступный Акимат». В одном месте можно получить услуги и консультации от всех его отделов. За этот партал порядка 400 услуг мы уже оказали. Там есть зона облата, есть телевизор, где постоянно прокручиваются ролики по адекватной политике. Ну, в принципе, удобно. Все предложения, озвученные на совещании, будут рассмотрены. Алексей Кудрявцев, Наталья Васмурзина, РТН. В прошлом году почти 400 жителей Кустанайской области смогли взыскать с банков второго уровня незаконно начисленные комиссии заведения счета по кредиту. Кто-то возвращал 200 тысяч тенге, а кто-то и больше полумиллиона. Однако в марте этого года, как отмечают юристы, апелляционные жалобы банков на вынесенные ранние решения суды стали удовлетворять. В чем причина, пыталась разобраться Татьяна Калюжная. До 2016 года большинство казахстанцев оплачивали банком комиссии заведение судного счета по кредитам, хотя это было незаконно. Три года назад клиенты банков стали подавать суд и возвращать сотни тысяч тенге. По данным Национального банка страны, в 2017 году казахстанцы смогли отсудить у банков больше 5 миллиардов тенге. В этом году ситуация изменилась. Как утверждают юристы, суды стали откладывать рассмотрение гражданских дел этой категории. Руководитель юридической компании в Кустанай Данияр Уттербаев отмечает, что в фирме сейчас ведутся примерно 50 дел, процессы по которым постоянно переносятся. В марте месяце после письма, которое в социальной системе появилось с Верховного суда, где есть поручение, Согласно устному указанию, представители и коллеги по гражданским делам Верховного суда, обыкновенные гражданские дела, связанные с взысканием комиссии за обслуживание взаима, собственно, решение по ним не выносить и не рассматривать. Суд Верховный признал, что данное письмо было, но это ошибочно, понимаете. Ошибочно напечатали, ошибочно подписали и ошибочно направили. Помимо этого, суди неожиданно стали отказывать гражданам во взыскании незаконных комиссий, хотя несколько месяцев назад они же выносили положительное решение по аналогичным искам, подчеркивает юрист. Вот решение Кустанайского городского суда от декабря 2018 года. Суд постановил, что акционерное общество Евразийский банк должно выплатить Андрею Галлаху незаконно взысканные с него 212 тысяч сеньгей комиссий за обслуживание займа. Однако уже 26 марта 2019 года апелляционную жалобу представителя банка суд удовлетворяет и прежнее решение о выплате отменяет. Если честно, мы тоже немного, как говорится, шокированы тем, что сейчас происходит. Решили, что данная комиссия оказывается законной. На протяжении последних трех лет суды первой инстанции, естественно, все инстанции судебные считали данной комиссией противовлечь действующему законодательству, а вот буквально в последнее время решили оказываться данной комиссией законной. В течение 2018 года в Кустанайских судах было рассмотрено 489 гражданских дел о взыскании незаконно удержанной комиссии банками. 395 исков удовлетворили, 37 отказали. Чаще всего ответчиками в судах становились представители Акционерного общества Евразийский банк – это 207 дел, Акционерное общество Народный банк Казахстана – 109 дел и Акционерное общество Форте-банк – 50 дел. Что касается апелляции, то за 2018 год и начало текущего года 299 решения первой инстанции оставлены без изменений, 56 отменены и изменены с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении иска. По 22 делам получим отказ в апелляционной жалобе, по 8 делам рассмотрения отложены. В настоящее время по закону о банках и банковской деятельности отменено взымание комиссий за обслуживание кредита. Банкам окончательно запретили брать заемщиков деньги за обслуживание кредита, однако будет ли возврат уже выплаченных комиссий по кредитам – неизвестно. Юристы все еще надеются на Верховный суд. Монорбек Касколов и Татьяна Калюжина, РТН. К другим темам. В Кустанайской области наступил пик активности клещей. С начала года 6 жителей региона подверглись укусам этих насекомых, четверо из них – дети. Сотрудники Департамента охраны общественного здоровья начали сбор и исследование переносчиков опасных инфекций, чтобы выявить риск заражения населения. К специалистам присоединилась и Камила Салкомбаева. Идем, где больше солнышка, они выходят, где хорошо прогреваемые места. С потеплением наступает пора активности клещей. Обычно у этих насекомых два периода активности. И первый как раз приходится на апрель, но может и сдвигаться. Все зависит от температуры. Если тепло, то их больше. Если холодает, то и клещи прячутся. Безопасны ли насекомые в этом сезоне, выяснят специалисты в лаборатории. Сотрудники Департамента охраны общественного здоровья для этого уже ведут сбор клещей. Во время сбора клещей специалисты надевают специальное обмундирование. Правда, даже во время простых прогулок они советуют жителям надевать полностью закрытую одежду. И уж если вы нашли клеща, ни в коем случае не брать его без перчаток. Опасность стать жертвой клеща в городе не меньше, чем в лесу. К тому же насекомые могут быть не только на деревьях. Их частное место обитания – трава. Поэтому специалисты, вооружившись белой тканью, приступили к их сбору, чтобы в дальнейшем выявить, какие инфекции они могут переносить. Клещи собираются вдоль дорожек, любят солнечные места. Опуская флаг, нужно проводить его не слишком быстро, чтобы клещ заметил и прыгнул на него. Сегодня соберем около тысячи клещей различных, мужского и женского рода. Затем они будут отсортированы и исследованы на особо опасные инфекции. Клещи у нас собираются вот таким образом, чтобы ни в коем случае он обратно у нас никуда не убежал. Не придавить, не раздавить, не убить, а именно собрать его. Специалисты отмечают опасность укуса клеща для собак. Зараженная собака не передаст инфекцию человеку, но может передать другому животному. Но в течение всего летнего периода, весна, лето и осень, клещи свою активность проявляют и на собаках присутствуют. С клещами переносится заболевание, опасное для собак, такое, как бобезиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. Но у нас в данном области регистрируется только бобезиоз собак. Тулеремия у нас в последний раз была выявлена в прошлом году, был зарегистрирован один случай в Кустанайском районе. Исход благоприятный, но мероприятия проведены по этому случаю. Вообще по Казахстану в прошлом году заболеваемость тулеремии была низкая, было зарегистрировано всего 4 случая. Но клещевого энцефалита было зарегистрировано 45 случаев по Казахстану. У нас в Кустанайе было два завозных случая. Уже с начала этого года шесть человек получили укусы клещей, четверо из них – дети. Клещи являются переносчиками более чем 20 различных инфекций. В Южном Казахстане фиксируют даже конго-крымскую лихорадку. В департаменте охраны общественного здоровья напоминают, чтобы вытащить насекомое, его нужно повернуть по часовой стрелке, чтобы его зазубрины сложились и затем вытащить. В ином случае часть клеща может остаться в теле. Хамзе Нурпиисов, Камила Солкомбаева, РТН. По статистике, 60% казахстанской молодежи придерживаются религии. Этим пользуются радикально настроенные организации, которые привлекают молодежь через социальные сети. В зоне риска студенты, обучающиеся по программе СИРПН, которые приезжают в нашу область из западных и южных регионов страны, где радикалы действуют наиболее открыто. Поэтому в Ассоциации психологов в Кустанайской области проводят встречи со студентами, на которых разъясняют, как молодежи не поддаться вербовке и не путаться в религиозных понятиях. Сегодня в Кустанайском госуниверситете по программе СИРПН бесплатно обучается более 400 студентов из западных и южных регионов страны. Председатель Ассоциации психологов Юлия Калюжная одна из тех, кто заботится о том, чтобы молодежь не попадала псевдорелигиозной организацией. Почему именно эта молодежь? Потому что они из тех регионов, где интерес у молодежи к исламу очень высок. Исследования показывают, что уровень знаний в религии у них достаточно невысокий. По словам Юлии Калюжной, молодежь, стараясь восполнить духовный вакуум, без разбора перенимает информацию о религии в интернете, приобщаясь к чужой идеологии. Чтобы этого избежать, организаторы таких встреч привлекают экспертов из числа религиоведов и духовенства. Радикальным течением подвержены практически все. Что касается серпиновцев, да, это чисто вопрос ментальный. Это люди, которые, возможно, приехали с южных областей нашей республики, где как раз-таки больше и на национальном уровне они могут быть подвержены. Студентка второго курса Алтанай Желдозбаева приехала учиться в Кустанай из Актау. Год назад приняла решение надеть хиджаб. По словам девушки, у этого было много как сторонников, так и противников. Ношение хиджаба – это порыз. Обязательное требование для каждой мусульманки. Я считаю, что каждая женщина должна прикрывать голову и волосы. Алтанай считает, что ее сверстникам нужно меньше просиживать в интернете, а больше информации узнавать у имамов. Этого мнения придерживается Мираса Былаев. Один приятель был, друг, он всегда по настроению не очень был, потом у него борода выросла, потом я так, короче, совет дал ему, давай лучше так, эту бороду сбрей, с нами ходи лучше. На встречу с молодежью приехал имам мечети Рудного Азамат Мурзаканов. Беседа с ним вызвала большой интерес у молодежи. После рекламы мы продолжим рассказывать о событиях. Не переключайтесь.